День Русского Языка День Русского Языка Мы обратили внимание, что председатель правительства Недведев поручил разработать мероприятия по проведению праздника вплоть до 2016 года. Но нас очень беспокоит, что за этими словами практически мало дел на местах по организации этого праздника. Поэтому разработана конкретная программа проведения праздника в этом году силами коммунистической партии и многочисленных организаций, которые вошли в русский лад. Это прежде всего в 12 часов в Москве будет возложение цветов к памятнику нашего великого русского поэта Пушкина. В Думе государственной начнутся парламентские слушания, законодательное обеспечение развития русского языка в современном информационном пространстве. Будет развернута выставка Российско-Киргизского славянского университета. В 14 часов возле Центрального академического театра Российской армии будут проводиться народные гуляния, в которых примут участие более 40 общественных организаций. Там будут и хороводы, и песни, площадка «Русь раздольная». Там будут читать стихи победителей конкурсов имени Пушкина. И участвовать будут студенты Университета дружбы народов из разных стран. Будут развернуты выставки народных промыслов, вестись мастер-классы. И впервые мы будем показывать на площадке удаль молодецкая и рукопашные бои, и наших воинов, и искусство, ратное искусство русского народа. Мы сделали очень важный первый шаг в этом направлении на Северном Кавказе, довольно сложном и ответственном регионе. Впервые в Пятигорске в летнем театре собралось 2000 студентов из 10 ведущих университетов. Мы инициативу в свое время выдвинули вместе с движением «Русский лад», и мы нацелены на то, чтобы эта инициатива, не получая, может быть, должной поддержки сверху, получила должную поддержку снизу и стала действительно нашим большим национальным праздником. Праздником, днем русского языка, приуроченным днем рождения Александра Сергеевича Пушкина. Именно этой целью служило то мероприятие, о котором только что упомянул Геннадий Андреевич. Мы проводили его 31 мая и 1 июня в Кавказских минеральных водах, был задействован Железноводск, Пятигорск. Именно в Пятигорске прошло то наиболее крупное мероприятие Пушкинских дней на Северном Кавказе, где участвовали не только представители наших 13 партийных отделений из всех регионов Южного федерального округа и Северокавказского федерального округа, но большая студенческая масса, которая выступала со сцены, представляла свое творчество, награждалась по итогам проведенного до этого конкурса, и та же студенческая масса присутствовала в зале, поддерживала своих коллег. Ни лесгины, ни аварцы, ни осетины, ни карачаевцы, участвовавшие в этих мероприятиях, не говорили с такой болью о проблемах своего языка, как о проблемах русского языка, потому что они понимают, что это то, что объединяет нас всех и делает нас единой Российской Федерацией. Расул Гамзатов в свое время так сказал, что я бы остался по этому одного ущелья, если бы меня не перейли на прекрасный русский язык. У нас русский язык все не собирает, объединяет, он дает нам возможность развиваться каждому народу.